МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Культурный ренессанс. Президент Александр Лукашенко посетил сегодня дворцово-парковый ансамбль в Несвеже и дал ряд поручений. Грозовой фронт. В Минске-Брагине и Житковичах накануне выпала более трети-месячной нормы осадков. Штормовой объявлено и сегодня. Бросок на восток. Белорусский автокруиз стартовал сегодня в Минске с площади Победы. Посещение дворцово-паркового ансамбля в Несвеже должно быть доступным для белорусов. Такое распоряжение дал сегодня Александр Лукашенко, посещая этот комплекс. Президенту доложили о выполнении его поручений по реконструкции культурного объекта. Глава государства ознакомился с экспозицией от реставрированного замка, смотрел его залы и поручил объединить белорусских реставраторов в одну организацию. В Несвеже находится съемочная группа СТВ. И сейчас на прямой связи со студией наш специальный корреспондент Ольга Макей. Здравствуйте, Ольга. Ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Ирина. Сегодня Несвежский замок стал настоящей туристической меккой. Во-первых, потому что сегодня состоялось его официальное открытие. Во-вторых, потому что вход сегодня в честь праздника сделали свободным. Почетным гостем сегодня стал и президент страны. Этот объект находится под пристальным вниманием Александра Лукашенко. В частности, с 1997 по нынешний год главой государства было дано 19 поручений, касающихся реставрации комплекса. Поэтому за всеми работами президент следил лично. Первым делом Александр Лукашенко обратил внимание в целом на реконструкцию таких объектов. Сейчас в Беларуси действует республиканская программа по возрождению таких мест. Поэтому президент подчеркнул, что к сохранению культурного наследия стоит подходить по-хозяйски. Александр Лукашенко дал поручение объединить лучших реставраторов Беларуси в одну организацию. Давайте послушаем, что сказал президент. Такая реставрация, как сейчас, нам не нужна. Я замки за вас реконструировать и строить не буду больше. Вот он знает, о чем идет речь. Садитесь и думайте, какое будет у нас предприятие по реставрации. Всех в один кулак объединить. Мы там бешеные деньги тратим. Бешеные просто. В три раза дороже, чем бы иностранцы сделали. Недавно Несвежский замок посетили и международные эксперты. Они высоко оценили проделанную реставраторами работу. Кстати, несмотря на реконструкцию, все эти годы от туристов не было отбоя. Только в этом году обновленный комплекс посетило уже 160 тысяч человек. Как минимум, еще столько же здесь планируют принять до конца года. Этот памятник архитектуры уникален не только для Беларуси, но и для всей планеты. Сооружение внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, несмотря на такой статус, объект должен быть доступен туристу. В первую очередь, по цене входного билета. Эта тема тоже сегодня была в центре внимания главы государства. Давайте послушаем, что сказал президент. Сейчас вводим стоимость билета порядка 50 тысяч рублей с посещением парка. Возможность посещения всего дворца. Среднеевропейская цена на посещение подобного объекта, минимальная цена, это 12 евро. То есть мы где-то выходим на меньше, чем 5 евро за посещение. Рассчитываем, что 300 тысяч туристов в этом году посетит минимум этот объект. Не надо рваться, бежать за большими деньгами, потому что так не бывает. Все надо делать постепенно. Ибо мы отобьем охоту у собственных людей. Те, кто приедут, они за любые деньги, за 12 евро придут сюда и посмотрят. Но надо, чтобы белорусы это видели. В 30 залах Несвежского замка собрано около тысячи экспонатов. Среди них много знаковых. Это оригинальные образцы изделий радивиловских мануфактур, слудские пояса, налебокское стекло и многое другое. Специалисты постарались воссоздать интерьеры, как во времена княжеской династии. Можно посмотреть, как обедали радивилы, побывать в их спальне. Но особого внимания заслуживает так называемый «золотой зал». По оформлению это помещение сравнивают даже с Георгиевским залом Зимнего дворца в Петербурге. Резиденция радивилов интересна еще и своими подземными сооружениями. Во время реконструкции специалисты обнаружили множество подземных ходов, подвалов, которые тоже откроют для посетителей. Александр Лукашенко ознакомился с экспозицией. В целом результатами реконструкции остался доволен. Президент страны преподнес в дар Несвежскому замку уникальный пояс слудского типа, а также оставил первую запись в книге почетных гостей. Глава государства сегодня также пообщался с потомками рода радивилов. Они также высоко оценили проделанную работу белорусскими специалистами. Давайте послушаем. Это самый важный замок нашей семьи. Мы очень рады, что замок такой прекрасный. Это великий праздник Белоруссии и нашей семьи. Ну а в эти минуты у стен Несвежского замка развернулось настоящее театрализованное шоу. Любой желающий может окунуться в атмосферу эпохи радивилов и почувствовать себя, например, князем или княгиней. Концерт пролится до вечера, поэтому уже более подробную информацию мы расскажем вам в следующем выпуске новостей. Ирина. Спасибо. На прямой связи со студией из Минской области была наш специальный корреспондент Ольга Макей. Сегодня Александр Лукашенко посетил дворцово-парковый ансамбль в Несвеже. Штормовое предупреждение объявлено сегодня в Беларуси. Ветер усилится местами до 20 метров в секунду. Синоптики не исключают грозы. Сильный ливень накануне вечером обрушился на Минск, Брагин и Житковичи. За два с половиной часа выпала более третьей месячной нормы осадков. В столице оказались потопленными 19 улиц. Потоки были настолько сильными, что ливневки не справлялись с обилием воды. Движение общественного транспорта остановилось. 40 троллейбусов, 3 трамвая и полсотни автобусов оказались в плену большой воды. Наибольший перерыв в работе транспорта составил 55 минут. В связи с подтоплениями в столице был объявлен план «Посейдон». Бригады спасателей объезжали улицы и оценивали ситуацию с точки зрения потенциальной опасности для людей. Одновременно работали экипажи ГАИ и дорожные службы. Заложниками ливня оказались и водители. Вечером эвакуировано 15 автомобилей. Пострадавших нет. Кроме того, в результате прохождения грозового фронта в Гомельской области без света остались две молочно-товарные фермы. Спасатели подключили к питанию дополнительные генераторы. По прогнозам синоптиков, дожди по республике ожидаются и завтра. Правда, они будут кратковременными. В воскресенье погода улучшится. Авиасообщение между Менском и Бургасом возобновилось накануне поздно вечером. Пассажиры трех чартерных рейсов авиакомпании «Белави» вылетели в Болгарию. Сегодня рейсы в этом направлении идут по расписанию. Ночью вернулись белорусские туристы из Бургаса. Вылеты они ожидали весь день. Другим же повезло больше. Они прилетели по расписанию. В аэропорту было много людей. А когда ехали в аэропорт, собрали нас спокойно. Никакой нервозности такой не было. Открыли аэропорт. Вечером нам уже сообщили, что мы вылетаем. Очень нас проверяли. Каждую сумочку даже у ребенка. Проверяли каждую сумочку. И забирали. Многие заколки у женщин забирали. Напомним, 18 июля аэропорт был временно закрыт из-за взрыва автобуса с израильскими туристами. По последним данным, в результате трагедии погибли 7 человек. Еще 34 получили ранения. Министерство внутренних дел Болгарии квалифицировало взрыв как теракт. Его расследование продолжается. У полиции есть отпечатки пальцев и ДНК террориста. Однако, кто он, пока официально не сообщается. Смертельный киносеанс. Премьерный показ фильма о Бэтмене в США закончился массовым расстрелом посетителей. Трагедия произошла в городе Аврора, штата Колорадо. Двое преступников в шлемах, противогазах и бронежилетах открыли огонь по зрителям. После чего бросили в зал гранату со слезоточивым газом. По предварительным данным, погибли 15 человек. Более полусотни пострадали. В том числе, 6-летний ребенок. Место трагедии оцеплено. Там работают эксперты. Один из преступников задержан. Мотивы его поступка выясняются. В Татарстане задержан пятый подозреваемый по делу о двойном покушении на духовных лидеров республики. Напомню, накануне в Казани в подъезде собственного дома киллер застрелил в Ариулу Якупова, заместителя главы духовного управления. А буквально через час на воздух взлетела машина его начальника, муфтия Татарстана Илуса Файзова. Религиозный лидер получил ранение. Мощный взрыв прогремел в южной тайландской провинции Нарадхиват. По предварительным данным, два человека погибли, есть ранены. Самодельная бомба была заложена в припаркованном автомобиле. После взрыва пожар охватил близлежащее здание торгового центра. По версии полиции, этот теракт делал рук исламистских сепаратистов, ведущих борьбу за независимость южных регионов Таиланда. Испанию захлестнули массовые акции протестов. Полтора миллиона человек в 80 городах страны выступили против увеличения налогов и уменьшения пособий по безработице. В Мадриде демонстрация переросла в беспорядки. Демонстранты блокировали одну из улиц, сжгли мусорные баки, бери витрины. Чтобы разогнать разъярённых манифестантов, полиция была вынуждена применить резиновые пули и дубинки. Пострадали около 30 человек. Американская почта на грани дефолта впервые за 240 лет своего существования. Служба будет вынуждена объявить о своей финансовой несостоятельности, если до 1 августа не перечислить 5,5 миллиардов долларов пенсионные и медицинские страховые фонды. Пока американская почта такими средствами не располагает. При этом 5,5 миллиардов — это долг за прошлый год. А за текущие ещё нужно будет внести аванс до 30 сентября. Сотрудники убыточного предприятия пытаются обратить внимание чиновников на своё бедственное положение, но пока безуспешно. Таисия Саховская, телекомпания СТВ. Крушению частного самолёта СР в Минске в 2009 году привела ошибка пилотов. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование ЧП, которое произошло ночью 26 октября в районе национального аэропорта. Эксперты пришли к выводу, что экипаж не принял своевременного решения по уходу на второй круг или запасной аэродром. Снижение привело к столкновению самолёта с землёй и гибели людей, трёх членов экипажа и двух пассажиров. Разбившийся самолёт изготовила британская компания в 1986 году. За время эксплуатации судно ни разу не ремонтировалось. Оно было рассчитано на 35 тысяч посадок, совершило около 8 тысяч. По результатам расследования этого инцидента в комитете разработали рекомендации по повышению безопасности полётов. Минск-Могилёв. Бросок на восток. Седьмой белорусский автокруиз стартовал сегодня. Каждый раз пробег приурочен памятным датам. В этом году он посвящён 200-летию Отечественной войны 1812 года и 68-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Утром участники автопробега и ветераны возложили венки к вечному огню на столичной площади Победы. В эти июльские дни, как бы мы ни хотели, мы возвращаемся к событиям освобождения Белоруссии и защиты Белоруссии, потому что Могилёв в июльские дни ещё держался в 41-м году и был примером мужества и героизма. Настроение прекрасное. Это уже седьмой автокруиз, в котором мы участвуем. Маршрут, как всегда, выбран удачный. Пробег — это, во-первых, популяризация автотуризма. Первое на первое. Поэтому это очень интересно. Колонна автомобилей отправилась далее по историческим и культурным местам Минска и Могилёвской областей. Всего им предстоит пройти 700 километров. Участники почтят память героев легендарной битвы на реке Березина, побывают в мемориальном комплексе Буйническое поле и в этнографической деревне Буйничи. Завершится автокруиз 22 июля в Могилёве выставкой автомобилей и концертом. Пожелаем участникам автокруиза счастливого пути! Далее в эфире спортивное обозрение Александра Ярмыша. Полная информационная картина дня в 19.30 с Еленой Михаловской. Заходите на наш сайт sctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго! Оставайтесь на канале СТВ. Субтитры создавал DimaTorzok